Мы говорили о галактике, о нашей звездной системе, в которой живет Солнце с планетами, в которой кроме Солнца находится еще примерно 200 миллиардов более или менее похожих на Солнце звезд. И все это оформлено вот в такую вращающуюся, достаточно плоскую, с красивым спиральным рисунком на этой плоскости, на галактическом диске, систему. По крайней мере, так мы ее представляем. Может быть, в каких-то деталях мы заблуждаемся, поскольку нашу галактику, сидя внутри нее, довольно трудно исследовать и понять ее структуру. Нам мешает межзвездная пыль, поглощающая свет далеких звезд. Нам просто мешает наше положение внутри этой системы. Но мы смотрим за ее пределы и ищем подобные звездные системы, находящиеся в других уголках Вселенной. Давайте поговорим о том, как выглядят другие звездные системы, галактики. Морфология, то есть внешний вид. Насколько можно классифицировать галактики и можно ли понять происхождение их внешнего вида. Начнем с того, что и это тоже достаточно трудно. Дело в том, что мы сидим внутри галактики. И тот фон, который на небе в любой его точке виден нам, это часть нашей собственной звездной системы. И сквозь нее нам приходится рассматривать другие звездные системы. Ну, в данном случае у нас ближайшая галактика, подобная нашей, это знаменитая туманность Андромеды или Месье 31 по каталогам. И, конечно, никогда Луна рядом с ней не бывает, просто путь Луны не проходит рядом с этой галактикой. Но я специально впечатал его в том же масштабе, как видна туманность Андромеды на небе. Если бы она была действительно такой яркой, что наш глаз способен был бы схватить ее на фоне ночного неба, увидеть, зафиксировать, то представляете, какое было бы зрелище, и как просто ее было бы изучать, даже без телескопа. Ведь Луну мы видим достаточно хорошо, различаем моря на ней без телескопа, бинокль вообще замечательно. Но, к сожалению, глаз не может заметить слабый контраст при переходе от областей нашей собственной звездной системы к такой же соседней, поскольку всего лишь вдвое увеличивается поверхностная яркость, причем это сильно зависит от расстояния. Если среди вас есть любители астрономии, я надеюсь, что они есть, то, может быть, на весеннем небе вы когда-нибудь замечали туманность Андромеды, и тогда ваш глаз схватывал маленькое бледно светящееся пятнышко на небе. Глаз человека может заметить только яркое ядро этой звездной системы. А периферию слабосветящуюся, к сожалению, ни мы, ни простые телескопы не способны увидеть, и только специальные методы усиления контраста выявляют нам далекие от центров слабосветящиеся области других галактик. Так обстоит дело даже с ближайшей к нам. Можете представить, как сложно изучать галактики далекие, закрытые более плотными областями межзвездного вещества. Это действительно нелегкая задача для астрономов, поэтому мир галактик стали изучать сравнительно недавно. Если мир звезд открылся, ну скажем, уже первому телескопу Галилея, и в течение трех-четырех столетий астрономы без труда изучали звезды, то к изучению галактик приступили только с созданием очень крупных телескопов, способных собрать много света, много слабого света от слабосветящихся далеких галактик. Человек, который первым увидел структуру других галактик, был Лорд Рос из Шотландии. Он сделал очень крупный телескоп в середине XIX века и глазом, тогда еще не существовало фотографической техники, увидел странную, красивую, правильную спиральную структуру на месте одной из слабосветящихся туманностей. И тогда зародилось предположение о том, что не только наша звездная система существует, но рядом с нами есть и другие столь же красиво организованные звездные системы. Сегодня мы фотографируем эту галактику, она сравнительно недалека от нас, и видим более детальную ее структуру, но это уже преимущество современной техники. И что мы видим? Мы видим спираль. То, что мы ожидаем увидеть на диске нашей галактики, мы видим и на диске соседней галактики. То есть спиральная структура – это не уникальное свойство нашей звездной системы, а рядом с нами есть точно такие же. Значит, это целый класс звездных систем. И тут тоже сотни миллиардов звезд организованы в сравнительно правильную, красивую, вращающуюся вокруг общего центра структуру. Не всегда спиральная галактика развернута к нам так, чтобы нам удобно было ее наблюдать. Ну вот, например, перед нами очевидно плоская система, дисковая, и какое-то подобие, намек на спиральную структуру мы уже замечаем. Но, конечно, разглядывая так с ребра звездную систему, трудно ее внешний вид восстановить. Но она не одна. Мы продолжаем поиски и видим уже более развернутые к нам дисковые галактики. Это та же туманность Андромеды, просто более качественный снимок. И здесь уже видно и плотное ядро, и обрамляющие его спиральные ветви, и присутствие темного поглощающего пылевого вещества, которое экранирует свет лежащих за ним звезд. Ну и дальнейшие наши поиски приводят нас к плоским, к развернутым лицом в нашу сторону спиральным галактикам. Их изучать, конечно, наиболее просто, потому что то межзвездное вещество, которое, скажем, в этом случае экранировало, а в этом просто полностью затмевало для нас лежащие за ним области диска, в галактике развернутый плашмя практически не мешает нам наблюдать эту систему. Итак, мы выяснили, что кроме нашей спиральной есть еще большая группа, целый тип подобных ей спиральных звездных систем. Но все ли они таковы? Конечно, нет. Например, есть спирали особого типа. Обратите внимание сначала на это. Откуда начинаются спиральные ветви? Практически из самого центра они выходят. Можно проследить их буквально до ядра галактики, и вот они раскручиваются на периферию. Но иногда нам встречаются спирали иного типа, у которых центр как бы пересечен такой, по-английски называемый это бар, перекладина, как хотите. Ну, в общем, пересечен некой плотной звездной структурой, и спиральные ветви начинаются не из центра, а из концов этого бара. Иногда бар по размеру занимает треть или даже половину звездного диска, и мы понимаем, что это некая подгруппа, некая самостоятельная, самостоятельный тип спиральных галактик. Теории приходится объяснять и тот, и другой тип, почему на диске одних галактик возникает спиральный рисунок, идущий от центра, а на диске других вот такая перекладина, и от ее концов разворачиваются спирали. Ну, сегодня можно сказать, что эта проблема решена, хотя я в деталях не буду вам об этом рассказывать, но и то, и другое связано с волнами плотности, волнами, подобными волне на поверхности жидкости или звуковой волне. Одним словом, это не материальное произведение, в котором звезды рождаются, живут и умирают, не покидая вот этого уплотнения. Нет, это волна, которая пробегает по диску галактики, в некоторых местах уплотняет звезды и газ, потом разряжает. Ну, вы представляете себе волнообразное движение. Среда остается неподвижной, только регулярно изменяет свои свойства. Как вода остается в озере неподвижной, хотя по ее поверхности бегут волны. Они преобразуют поверхность, но не сдвигают ее частицы. По крайней мере, не сильно сдвигают. В каком-то смысле это тоже спирали, но спирали с баром. Вы обратите внимание, это номер галактики по каталогу Месье, а это английская аббревиатура Spiral Bar, то есть некое уже подобие классификации. Но мы еще продолжим поиски других галактик. Вот, нашли. Обратите внимание на эту небольшую звездную систему, относительно небольшую. В ней порядка миллиарда звезд, но как они организованы? Мы здесь не видим ни диска, ни какого-либо рисунка. Единственный элемент структуры – это градиент плотности, перепад плотности от центра к периферии. Довольно четко выражено ядро плотное, и затем во все стороны уменьшается плотность звезд пространственная. И в целом форма галактики напоминает, ну что она вам напоминает, дыню, огурец, а математикам – эллипсоид. И действительно, такие галактики называют эллиптическими или эллипсоидальными. Конечно, мы видим в проекции на небо эллипс, но понимаем, что это не плоская система, что это просто эллипсоид, трехмерное произведение природы, но в проекции у нее форма эллипса. Значит, эллипсоид. Эллиптических галактик так же много, как и спиральных, и они столь же… Нет, пожалуй, более даже разнообразны. Среди спиралей мы не встречаем большого диапазона масс, большого диапазона размеров, а вот среди эллиптических систем диапазон гигантский. Эта галактика содержит примерно миллиард звезд, а вот эта, которая сейчас перед вами, содержит более триллиона, то есть тысячи миллиардов звезд. И соответствующий размер имеет огромный, в десятки раз больше предыдущей галактики и в несколько раз больше нашей системы. Плотность звезд здесь такова в центре, что на фотографии это невозможно было отобразить. Не хватает динамического диапазона фотографии, чтобы… Ну, фотографы знают. Избыток цвета, передержка в центре. Там просто все залито звездным светом. На периферии плотность звезд спадает, и вы можете подумать, что вот эти яркие точки – это индивидуальные звезды. Ничего подобного. Это не звезды. Это огромные звездные скопления. Я вам показывал их на одной из предыдущих лекций, шаровые звездные скопления, в каждом из которых порядка миллиона звезд. То есть вот эти микроскопические уплотнения – это по нескольку миллионов звезд. Ну, тут, я думаю, порядка 10 миллионов звезд. Тут 3-4 миллиона звезд. Но рядом со своей материнской, гигантской эллиптической галактикой они кажутся достаточно невзрачными. Итак, это у нас уже второй тип звездных систем. Бесструктурные, организованные весьма примитивно, просто уплотняющиеся к центру эллиптические системы. Впервые простейшую классификацию галактик предложил Эдвин Хаббл. Его имя вам знакомо. Мы сегодня еще вспомним о другом его замечательном открытии, открытии и расширении Вселенной. Но прежде, изучая галактики, он обратил внимание на то, что они, грубо говоря, распадаются на два типа – спиральные и эллиптические. И чтобы как-то простую классификацию изобразить на листе бумаги, он в своей книге, выпущенной в 1925 году, предложил вот такую схему, в которую укладываются и эллиптические, и спиральные галактики, причем спиральные распадаются на два рукава. Нормальные спирали, у которых рисунок спиральный начинается из центра, и спирали с баром, у которых от концов бара начинает раскручиваться спираль. В месте соединения этих двух, ну или трех, можно сказать, последовательностей находятся галактики типа С0. Никто не знает, почему Хаббл именно так назвал этот тип. Это некий конгломерат эллиптической и спиральной системы. То есть у нее есть диск и очень большое, ярко выраженное эллиптическое тело – или, ну, назовем его галло, сферическая составляющая. Вот такая похожая на вилку или на камертон схема с тех пор получила название камертон Хаббла. Она чрезвычайно примитивна. Современные исследователи, профессиональные исследователи, конечно, ей не удовлетворяются и более детальную классификацию используют, но для любителей астрономии, для популяризации науки, для людей, не связанных с астрономией, тесно. Это хорошая, удобная схема классификации всех галактик во Вселенной. Эллиптические различаются по форме от совершенно круглых до довольно сильно сжатых эллипсов. И число, стоящее рядом с буквой И, ну, эллиптикл, как раз и указывает на степень сжатия. Спиральные также различаются по степени, как мы говорим, закрутки рукавов. Вот тут рукава плотно навиваются на центр галактики, а здесь они сразу уходят на периферию. Такие разбросанные, неплотно навитые рукава. Ну, соответствую, эта последовательность также представлена. И к букве S, Spiral, предлагается вторая. ABC в зависимости от плотности спирального узора. И здесь к буквам Spiral Bar тоже ABC в зависимости от плотности закрутки спиральных рукавов. Эта классификация кабла до сих пор среди некрутых профессионалов и весьма популярна. Сегодня ее представляют на разных схемах, куда впечатывают реальные изображения галактик или вырисовывают более или менее похожие на правдоподобные, похожие на реальные. Но по мере изучения мира галактик, конечно, всегда выясняется, что такие простые классификации не полны, что всегда находятся объекты, не укладывающиеся ни в один из этих простейших типов. Ну, например, посмотрите вот на эту систему. Это звездная система, в ней много звезд, много межзвездного вещества. К какому бы типу вы ее отнесли? Но это явно не эллиптическая система. И в то же время спирального, очевидного спирального узора на ней, да и диска самого как-то так не просматривается. Какой-то рваный, клочковатый вид она имеет. Мы бы сказали «неправильный». И Хаббл тоже самое сказал. «Неправильное», «иррегуляр», и назвал их иррегулярными, то есть неправильными системами, и придумал для них мусорную корзину. Сюда стал сбрасывать все ирегулярные галактики, которые не укладываются в эти простые или в соедальные, или спиральные узоры. Действительно оказалось, что это, ну, в каком-то смысле, мусорная корзина, потому что там самые разнообразные системы оказались. И большие, и маленькие, и молодые, и старые. Чуть попозже мы к этому вернемся. Но в целом классификация не так уж плоха. В какой галактике живем мы? Где наше место на диаграмме Хаббла? Мы живем, как мы сегодня представляем. Это, конечно, еще, скажем, 15 лет назад было не так, и вполне может измениться еще лет через 10-15. Но сегодня мы представляем нашу систему как плоский диск. От этого уже никуда не уйдешь, потому что Млечный путь на нашем небе явно указывает на плоскость галактики. Спиральный узор плохо представляем, но более или менее, видите, тут неоднозначность. То ли СБ, то ли СС, ну, что-то среднее написали. То есть где-то вот между этими двумя или этими двумя типами. А все-таки этими или этими? То есть есть бар или нет бара в нашей галактике? Полной уверенности нет, поэтому буквочку Б поставили в скобки пока. То есть есть намек. Но намек этот еще нужно будет подтверждать дальнейшими наблюдениями. И так мы живем, видимо, в барообразной спиральной галактике, ну, с не очень туго закрученным спиральным узором. Среди спиралей таких большинство. Вообще говоря, внешний вид галактики довольно сильно зависит от того, в каких лучах, в каком диапазоне спектра мы на нее смотрим. Вот перед нами любимая туманность Андромеды, сфотографированная в оптическом диапазоне. Ну, обычный снимок, обычный цветной снимок. Выглядит она так. Но мы берем другой прибор и фотографируем ее в ультрафиолетовых лучах. Это, конечно, можно сделать только с помощью космического телескопа, потому что ультрафиолет не проходит сквозь земную атмосферу. Но теперь космических телескопов достаточно много. Вот сравните эти портреты. Что-то общее есть, но, в общем, и достаточно велико различие между этими снимками. Но это только оптика и ультрафиолет, а ведь есть еще и другие диапазоны спектра. Ну, например, инфракрасный, тепловой диапазон. Теперь это возможно. Вот два портрета туманности Андромеды в ближнем и дальнем инфракрасных диапазонах. Ближний – это, ну, печка какая-нибудь горячая, излучает с температурой нескольких сотен градусов. А дальний инфракрасный диапазон – это то, что мы с вами или еще, или холодильник наш, вот морозилка, например, нашего холодильника излучает. То есть ниже нуля или около нуля. Как видите, тоже есть некое сходство с оптическим и ультрафиолетовым портретами, но и различие тоже велико. Например, здесь яркое ядро, а здесь практически нет ядра. Таким образом, классификация тоже будет зависеть от того, в каком диапазоне спектра мы изучаем мир галактик. Ну, нельзя сказать, что пока еще достаточно много накоплено данных о других звездных системах во всех диапазонах спектра. Астрономы недавно вышли в космос, недавно получили в свое распоряжение ультрафиолетовые и инфракрасные телескопы. Работа это только начинается. Так что классификация пока, конечно, оптическая проводится. Все равно мы узнаем в любом диапазоне спектра, мы узнаем тот объект, который перед нами. Ну, можно это сравнить вот с такой фотографией. Это тоже тепловая инфракрасная фотография двух объектов. Этот вы наверняка узнали, хотя немножко непривычный вид. Можете подумать, почему именно такой вид, почему наиболее холодная часть здесь, а наиболее горячая часть этого организма вот в этих трех местах. Я думаю, биологи уже догадались, да? Сквозь эти три отверстия мы смотрим практически в мозг животного. Ну, а это специфическое место, которое говорит о здоровье этого животного. Ну, и вот вторая фотография. Тут немножко сложнее узнать объект. Ну, вы, наверное, тоже догадались, что это человек. Наиболее яркое место – это вот здесь у него в руках, это спичка. Оба эти портреты инфракрасные, и оба они недостаточно четкие, особенно вот этот. К сожалению, это особенность любой вообще длинноволновой техники. До сих пор у нас нет четко изображающих телескопов в инфракрасном диапазоне. И это проблема, которую мы постепенно решаем. Ну, и, наконец, изумительные галактики. Вот перед нами звездная система. Что это такое? К какому типу ее отнести? Ну, если посмотреть на центральную часть, что-то похожее на круглую эллипсоидальную систему. Здесь какой-то намек на спиральный узор, но тоже очевидных спиралей мы не видим. В общем, странный конгломерат. Более того, сквозь него где-то там вдали космической видна еще одна галактика приблизительно такого же типа, с ярким ядром и окружающим ее ободом, таким рингом, кольцом. Такие системы, подобные системы, не укладывающиеся, имеющие структуру, явную структуру, это не регулар, это структурированная, четкая, как будто бы на токарном станке изготовленная галактика, но не спиральная и не эллиптическая. Такие структуры редко случаются. Астрономы их откладывали в отдельный пакет, который постепенно накопился, и надо было как-то объяснить его происхождение, существование таких странных систем. Их называют пекулярными. Peculiar – необычный. И таких пекулярных галактик постепенно накопилось достаточно много. И стало ясно, что пекулярность, необычность формы, редкая форма, как правило, сопутствует соседствующим галактикам. Вот перед нами группа, где, ну, тут спираль намечается, а вот это что за конгломерат такой? Это непонятное существо. Ну, эта галактика случайная, она ближе к нам. А вот эта группа явно взаимодействующих, близко расположенных в пространстве систем. И где-то в середине, в конце 50-х годов астрономам пришло понимание, что простые формы у звездных систем могут быть только в том случае, если это одиночные, отдельные, отдельно живущие звездные системы. А если они находятся в близком соседстве или даже в контакте, то своей гравитацией они так сильно могут возмутить, мутить, исказить форму соседа, что уже ни в какую простую классификацию это не укладывается. Человек, который впервые привел это дело в достаточно понятный вид, это профессор МГУ, его уже нет, Борис Александрович Воронцов-Велейминов, он работал у нас в Астрономическом институте Штернберга, был профессором физического факультета. И он первый создал очень детальную классификацию галактик по их форме, то есть морфологическую. Вот одна из тысяч-тысяч страничек его каталога, где для каждой системы обрисованы ее характерные части и с помощью буквенной номинации описана форма. Наличие ядра, спирали, кольца и так далее. То есть у профессионалов сегодня, это начало 60-х, а к сегодняшнему дню, конечно, разнообразие галактик выяснилось колоссальное, и номенклатура очень разнообразна. Ну, итак, мы с вами пришли к пониманию того, что галактики живут, как правило, не поодиночке, а иногда образуют группы соседствующих. Давайте посмотрим, а мы с вами в какой звездной системе живем? В одиночной или в члене какой-то более обширной группы? Ну, вот перед нами схема. Это то, что мы обычно называем галактикой. Ну, в Милки-Уэй, в Лечный Путь, вот наш диск звездный. Оказывается, вокруг него обращается примерно полсотни спутников, то есть мелких галактик, полностью подчиненных гравитации вот этой нашей, очень массивной системы, и вокруг нее совершающих свое орбитальное движение. Вот, как видите, масштаб 100 тысяч световых лет, и в этой области гравитация нашей галактики доминирует и управляет движением спутников. Ну, о судьбе этих спутников мы с вами одну лекцию тому назад говорили, когда я вам рассказывал о большом и малом Магеллановых облаках. Как правило, они движутся постепенно, падая, и потом сливаются с нашей большой звездной системой. Но все-таки еще несколько дюжин спутников живет вокруг нашей галактики. Посмотрим в большем масштабе. Вот наша галактика, область, занятая ее спутниками, а рядом с нами приблизительно такая же спиральная система туманности Андромеды. Она чуть более массивна, чем наша галактика, и, соответственно, имеет больше спутников. И пока мы не уверены, но кажется, среди ее спутников есть небольшая спиральная галактика Мессия-33, или галактика в треугольнике. То есть эта группа не уступает нашей. Хотя, конечно, наша изучена полнее, ну просто потому что все это ближе к нам. А изучать группу туманности Андромеды немножко сложнее. Она все-таки удалена почти на 2 миллиона световых лет. Хотя это по современным меркам не очень много, но затрудняет исследование. Вот примерно так можно пространственную структуру нашей, как бы сказать, двойной группы представить. Галактика с ее спутниками и туманность Андромеды с ее спутниками. Друг друга они достаточно сильно притягивают, так что эта двойная система обращается вокруг общего центра масс, и все это вместе образует то, что мы называем местной группой галактик, local group. Вот этот наш галактический дом, в котором, видимо, в будущем предстоит много миллиардов лет существовать нашей галактике, близлежащим звездам нашей планете, ну может быть и цивилизации, если она сохранится на миллиарды лет. Вот это гравитационно связанные объекты. То есть что бы там во Вселенной не происходило, связь между этими, ну здесь примерно полсотни, здесь примерно полсотни, в общем сотни галактик, видимо, никогда не будет потеряно. Они крепко держатся друг за друга, правда, внутренняя эволюция понемногу происходит. Андромеда поглощает своих мелких спутников, наша галактика постепенно поглощает своих близлежащих спутников, и кроме этого, к сожалению, ну, впрочем, не будем об этом сожалеть, кроме этого наблюдается сближение Андромеды и нашей галактики. Еще недавно мы не были уверены в том, чем это закончится. Дело в том, что астрономы хорошо умеют измерять скорости вдоль луча зрения. Мы наводим телескоп на Андромеду, и по эффекту Доплера можем сказать, приближается она к нам или удаляется. Но еще недавно, буквально лет 5 назад еще, мы не были уверены в том, как она движется перпендикулярно лучу зрения. То есть не знали второй компоненты скорости и не могли полную орбиту вычислить. Сегодня уже можем. Сегодня точность наблюдений такова, что мы смогли узнать и трансверсальную, тангенциальную скорость, ну, радиальную знали давно, и орбита взаимного движения сегодня хорошо известна. И мы можем сказать, как будет происходить развитие событий. Примерно через 4 миллиарда лет эти две системы сблизятся. Ну, мы считаем себя пупом Земли, центром будем от нас исходить. Андромеда приблизится к нам и пройдет, ну, довольно близко, на расстоянии чуть больше, чем Магеллановы облака. Пройдет, осуществит пролет, затем еще через 2 миллиарда лет второй пролет и сольется с нашей звездной системой. Произойдет их объединение. Вместо двух гигантских получится одна, гораздо более, ну, вдвое более крупная звездная система. Как-то ей даже название придумали Андровэй, или что, в общем, синтезировали из Милки-Вэй и Андромеды одно слово. Ну, слово-то придумать легко. А чем закончится такая глобальная катастрофа? Ну, катастрофа в математическом смысле. Никакой природной катастрофы, тем более в Солнечной системе, это не вызовет. Звезды одной галактики и звезды другой галактики пройдут. Друг сквозь друга, не замечая этого, не сталкиваясь взаимно. Ну, правда, межзвездные облака, конечно, ощутят сопротивление и сольются. Но для звезд и планетных систем это, в общем, ничем не грозит. Просто мы будем жить, так сказать, в объединенной большой галактике. Итак, мы с вами переходим ко все более крупным масштабам. Давайте посмотрим, как организовано пространство за пределами нашей местной группы. Оказывается, таких небольших групп галактик во Вселенной очень много. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим 2-3 крупных системы и несколько десятков спутников у каждой. Вот перед вами типичная группа. Спираль, спираль. Ну, это трудно сказать, что. Может быть, тоже небольшая спиральная галактика. Эллиптическая системка. И вот таких небольших групп довольно много в космосе. Грубо говоря, все галактики объединены в такие небольшие сравнительно компактные группы, где они иногда довольно тесно взаимодействуют, иногда даже сливаются. Правда, не всегда эти следы взаимодействия видны так уж просто. Вот, например, 2 изображения, можно сказать, 2 фотографии, ближайшие к нам группы галактик Месье 81, Месье 82, ну и несколько их мелких спутников. Это оптический снимок, а это радиоизображение. Пока мы смотрим на оптический, нам кажется, что галактики как-то не замечая друг друга живут. Тут сама по себе спираль, тут тоже какая-то плоская системка. Но когда получаем радиопортрет, демонстрирующий нам излучение межзвездного газа, ну, в данном случае водорода, мы видим, что они обмениваются веществом, они обмениваются газом. Видимо, наиболее крупная система передает свое вещество этим маленьким, а может быть, наоборот, отнимает от них. Пока это еще не ясно, но мы явно видим потоки вещества, соединяющие эти две галактики. В этом веществе еще не рождаются звезды. Это еще достаточно холодный, разреженный газ. Поэтому в оптике он себя никак не проявляет. А в радиоизлучении он без труда виден. Но кроме небольших, бывают и очень крупные группы галактик, состоящие из сотен, тысяч и даже десятков тысяч крупных звездных систем. Ну, вот пример перед нами скопление галактик, которое мы видим в направлении созвездия Геркулес на расстоянии 150 миллионов парсек от Земли. Это лишь центральная его часть, а на самом деле обширная группа. Тут стены не хватило бы, чтобы все ее изобразить. И мы видим взаимодействие, видимо, слияние двух галактик. Вот они совсем уже так поцеловались рядом и оказались очень близко друг от друга. Видим достаточно уединенные системы, не искаженные приливным влиянием соседа. Но вообще говоря, плотность звездных систем в таких крупных скоплениях очень велика. И, безусловно, там часто происходят столкновения и слияния. Сами скопления галактик разнообразны по количеству членов, по форме, по морфологическому типу главных членов. Вот вернусь сюда. Здесь мы видели в основном спиральные, видите, дискообразные системы. Переходим к другому скоплению в созвездии Персей, видимо. И тут главные члены эллиптические галактики. Наиболее массивные. Они сидят, как правило, в центре скопления. И почти не осталось у нас сомнений в том, что это благоприобретенное их свойство. Что именно потому, что они оказались в центре скопления, это, собственно, конгломераты слипшихся галактик разных морфологических типов. Они огромны, очень велики по массе и по размеру. И мы понимаем, что это просто результат слияния нескольких, неизвестно каких, какими они были, уже никто не вспомнит. А сейчас они объединились в такую кучу. Вот, может быть, тут вы замечаете даже следы межзвездного газа, вот потоки, видны. Это, вероятно, недавно проглоченный очередной член этого скопления. Переходим к еще большим масштабам и замечаем, что даже скопления галактик в пространстве не случайным образом разбросаны, а образуют еще более грандиозные структуры. Вот перед нами мы здесь. Вот мы наблюдатели, наша галактика здесь, в масштабе этого рисунка наша галактика просто точка. Мы смотрим на расстояние в сотни миллионов парсеков. Тут вы, может быть, уже обратили внимание, другая единица измерения, redshift, красное смещение. Чуть попозже мы об этом поговорим. Сегодня у астрономов как бы два метода измерения расстояния. Доплеровское смещение, связанное с движением, с расширением мира, ну и просто линейный масштаб, который можно было бы линейкой или лучом света измерить. Так вот, смотрите, это все скопления галактик, и они образуют еще какие-то более грандиозные структуры, ну, назовем их стены, между которыми вполне пустое пространство. То есть, есть во Вселенной гигантские пустоты, почти не содержащие галактика их скоплений, и есть уплотнение огромного размера, сотни миллионов парсек, то есть, это масштаб фантастический. И вот одна из задач теоретиков, описывающих эволюцию нашего мира, понять происхождение этой структуры, откуда это все взялось, что послужило толчком к развитию этой структуры. Ясно, что, или, скажем так, еще недавно было понятно, что единственная сила, управляющая движением вещества в таких масштабах, это гравитация, взаимное притяжение. Но уже сегодня это не так, и чуть попозже мы к этому вернемся. Итак, космология, наука о самых общих свойствах окружающего нас мира. Для космолога, для специалиста, изучающего Вселенную в целом, одна галактика это молекула космоса. Космологи вообще не задумываются о структуре отдельных галактик. Для них что спиральная, что эллиптическая, тем более, какие там внутри звезды, планеты, люди на них, это все мелочь совершенно незначительная. Элементарные объекты Вселенной для космолога это галактики, а иногда даже их скопление настолько большими масштабами пространства и времени оперируют люди, изучающие структуру Вселенной. И вновь первое слово в этой работе принадлежит Эдвину Хабблу. Он совершил открытие, которое можно считать одним из двух величайших открытий 20 века. А именно он понял, как движется вещество во всей Вселенной. ему это удалось сделать потому, что скорости движения галактик довольно легко измеримы. Мы уже с вами говорили. Эффект Доплера позволяет нам по положению линий в спектре какой-то далекой галактики, сравнивая их с этими же линиями в спектре лабораторного источника, определить скорость движения вдоль луча зрения. Если объект излучающий удаляется от нас, в данном случае удаляется, линии сдвигаются в длинноволновую, в красную область спектра. Если он приближается, то в голубую. Ну, как выяснилось, во Вселенной все от всего удаляется, поэтому общий термин для этого эффекта все-таки redshift, красное смещение. Это было сравнительно просто определить скорости движения галактик. что было значительно сложнее определить их положение в пространстве. Для астрономов все кажется спроектированным на купол звездного неба. На самом-то деле мир трехмерен, и вот измерять далекие расстояния это искусство, которое постепенно накапливается в нашей науке. Ну, насчет эффекта Доплера я уже объяснил. Голубое смещение и красное смещение, если источник приближается или удаляется от наблюдателя, мы это уже поняли. Величина, которую оперируют астрономы, это относительный сдвиг спектральной линии, то есть изменение длины волны по отношению к ее собственному значению в лабораторной системе отчета. При скоростях движения несравненно меньших, чем скорость света, очень простая связь между скоростью движения объекта, ну, это скорость света, и смещением спектральных линий. Обычно в популярных книжках этой формулы и ограничиваются, называя это красным смещением. Обычно буквы Z обозначают. Но в сообщениях, скажем, интернетных лент или каких-то при чтении книг вы можете встретить такие величины. Была обнаружена галактика, в спектре которой линии смещены, имеют красное смещение 2, 3, 4, 8, 10 сегодня уже. И вы, используя эту простую формулу, можете подумать, что галактика со скоростью в 10 раз больше световой движется. Нет, это не так. Просто такая примитивная формула годится только для малых скоростей. А в специальной теории относительности, в механике Эйнштейна, есть более сложные формулы, которые показывают, как скорость движения объекта связана с его красным смещением. С приближением к скорости света, к 300 тысячам километров в секунду, красное смещение может быть сколь угодно большим, формально до бесконечности большим. Поэтому не удивляйтесь, что есть объекты во Вселенной, у которых линии в спектре смещены в несколько раз. Это не значит, что они движутся со скоростью больше скорости света, но значит, что они почти со скоростью света движутся. И вот что сделал Эдвин Хаббл. Он первый измерил расстояние до нескольких дюжин галактик, не очень далеких от нас, и построил вот оригинальная его картинка, которая знаменует собой величайшее открытие естествознания. По одной оси он отложил расстояние, в парсеках расстояние до галактики, по другой оси скорость. Вы видите, он даже опечатку допустил. Километры в секунду, конечно, должна быть скорость, но поскольку я взял эту картинку из его оригинальной работы, то и опечатка здесь тоже присутствует. И оказалось, что эти две величины связаны друг с другом. Чем больше расстояние до галактики, тем в среднем больше скорость ее удаления от нас. это очень удивило ученых, потому что такое впечатление, что мы находимся в центре какого-то процесса, в центре какой-то системы, от которой во все стороны во Вселенной все разлетается. Но это, конечно, не так. Сейчас мы поймем, почему. А современные наблюдения подтвердили открытие Хаббла. Вот современная диаграмма того же типа расстояния до галактики, скорость галактики. Та область, которую сам Хаббл исследовал, вот она тут, красненькая. Сегодня мы ушли гораздо дальше по расстояниям и значительно большие скорости фиксируем у галактик, но та же линейная зависимость, обнаруженная Хабблом, сохраняется. Чем дальше галактика или скопление галактик, тем больше скорость ее удаления от нас. Это простая зависимость, носит название закон Хаббла. Простая линейная зависимость. D distance, связанная с V velocity, а это коэффициент связи. H, ну, понятно, в честь Хаббла, фамилия Хаббл с буквы H пишется. А почему ноль? Потому что в нашу эпоху, когда мы уже рассуждаем о таких больших расстояниях, мы должны понимать, что чем дальше от нас объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Пока свет дошел от него до нас, прошло немало времени. Сотни миллионов парсеков это более миллиарда лет путешествия светового луча. Поэтому в некотором смысле это взгляд в прошлое. И, скажем, коэффициент, найденный по ближайшим членам, ближайшим к нам галактикам может быть одним, а где-то в прошлом он мог быть совсем другим. Чему равен этот коэффициент? Сегодня по самым последним измерениям 72 километра в секунду с удавлением на каждый мегапарсек. Но ведь это замечательный инструмент для измерения расстояний. Если уже мы эту закономерность обнаружили, то теперь мы можем просто измерить скорость далекой галактики и, зная эту зависимость по скорости, определить до нее расстояние. Астрономы чрезвычайно рады такой возможности, измеряя скорости, понимать, на каком расстоянии от нас находится объект. Что же это все-таки означает? Мы в центре какого-то грандиозного взрыва, который разбросала вокруг нас все звездные системы? Конечно, нет. Вот модель, которая помогает понять, что мы не центр, мы рядовая точка в этом процессе расширения системы галактик. Ну, модель вам понятна. Шарик надувается, на нем какие-то там точки галактики, и они по мере увеличения размера шарика удаляются друг от друга. Только отметьте для себя, это двумерная модель, которая должна нам объяснить трехмерный процесс расширения, ну, как говорят, расширение вселенной, это не очень хорошо. Процесс разлета галактик друг от друга. Вы можете представить себя, как маленького тараканчика, который сидит вот тут, ну, вот на одной из галактик, сидит и просто наблюдает за тем, как по мере раздувания шара от него удаляются все соседние точки. Он обнаруживает, что близкие точки удаляются с небольшой скоростью, а более далекие с большой. И он тот же самый закон Хаббла выведет, если будет внимательно наблюдать за этими точками. Так что это двумерная модель. Я мог бы взять не шарик, а плоскую пленку резиновую, растягивать ее во все стороны, но нам с вами это трудно представить. А шарик все надували в детстве, поэтому знакомая картина как-то лучше ложится на восприятие. Поэтому шарик. Но не надо думать, что где-то там есть центр. У реального шарика есть геометрический центр, а у Вселенной центра нет. Если бы мы сегодня перелетели на другую галактику, скажем, мы сегодня здесь, взяли бы и сели на эту галактику и построили бы такую зависимость, мы бы тот же закон Хаббла увидели. Все от нас удаляются, и друг от друга тоже, со скоростями пропорциональными расстояния. Человек, который впервые математически описал этот процесс, это наш ученый отечественный Александр Александрович Фридман. Он работал в Санкт-Петербурге в первые годы до революции 1917 года и несколько лет после революции. К сожалению, очень рано умер от заразной болезни, от ТИФа. И он математически описал это в рамках общей теории относительности Эйнштейна, которая только-только тогда была в 1916 году создана. Но вообще говоря, понять результат можно и без всякой теории относительности. Вот мы сегодня и мы наблюдаем, берем нас и какую-нибудь там галактику и наблюдаем, что она от нас со временем, вот время, вот расстояние, она со временем от нас удаляется. Вот на небольшом участке мы видим, что удаляется. Мы можем попробовать этот процесс в прошлое экстраполировать, посмотреть, а как это все начиналось, и в будущее, а чем это все закончится. И, очевидно, вариантов будет несколько. Та галактика и наша притягиваются друг к другу, то есть тормозят взаимный разлет, так же точно, как мяч подброшенный над Землей постепенно замедляет свой полет, потому что Земля его притягивает. Чем это может кончиться. Если взаимное притяжение велико, то взаимный разлет галактик приостановится, они остановятся, и потом начнут сближаться и в конце концов стукнуться друг об друга. Так же, как мячик, брошенный недостаточно быстро, останавливается и падает обратно на пол. Это вариант. Другой вариант, разлет галактик будет продолжаться вечно, но скорость будет постепенно уменьшаться. Куда ей деться? Торможение это есть. И в конце, там, в бесконечном времени, разлет практически прекратится, скорости снизится до нуля. На языке небесной механики это называется параболическое решение. Так летит ракета, запущенная с Земли со скоростью 11 километров в секунду. Она улетит от Земли, но там, вдали от Земли, практически остановится. Наконец, если очень быстро движение галактик, а взаимное притяжение не очень велико, то и на бесконечности скорости сохранятся. Это гиперболическое решение, гиперболический закон. И если вообще нет никакого взаимного притяжения, ну, разлет будет с постоянной скоростью происходить. Нет торможения, он и будет. Это все в будущем. А что было в прошлом? А в прошлом некуда деваться. Если сегодня все расширяется, мы включаем кино обратно, и, значит, все это было во все меньшем и меньшем объеме, и было когда-то начало. По крайней мере, простая математика говорит о том, что когда-то все точки Вселенной, все атомы Вселенной, то есть галактики, стартовали из одного места. Ну, это формальное решение, но все-таки оно вполне правдоподобно. Так Фридман решил математическую задачу, и, в общем, она оказалась, оказалось, что она неплохо описывает наблюдения. Что же было там в начале? Сегодня система галактик расширяется, и мы постепенно удаляемся от всех, и все удаляются от нас, за исключением тех немногих членов нашей местной группы галактик, которые связаны взаимной гравитации. Вот мы, Андромеда и мелочь, которая между нами, это как бы единый такой атом. Это гравитационно связанная системка, но от нее улетают все прочие. А если посмотреть назад в прошлое, то что-то такое было любопытное несколько миллиардов лет назад. Зная, с какой скоростью происходит расширение, мы можем сказать, когда оно стартовало. Это просто. Около 14 миллиардов лет назад какой-то старт должен был состояться. Вот как он произошел. Формальное математическое решение, которое говорит, что все из точки, ну, оно нас не удовлетворяет. Это слишком сильная экстраполяция. Надо как-то это более физически понять. Не все, не все ученые сразу согласились с этой, в общем-то, ужасной мыслью, что у мира было начало. Трудно представить себе, что когда-то не было нашей Вселенной. И вот один из крупнейших астрофизиков, который предложил альтернативный вариант, что не было вот этого старта. Это замечательный, очень известный английский астрофизик Фред Хойл, вы видите, он получил почетное звание за свои работы. Он предложил, он и несколько его учеников предложили такую теорию, она по-английски называется steady state теория, которая предлагает вариант вечного мира, но при этом расширяющегося. На место уходящего вещества все время творится, создается из вакуума новое вещество. В середине 50-х это была весьма крамольная идея, и сегодня к ней как-то с большим интересом относится, но в то время сэр Фред Хойл еще и был известным популяризатором науки, выступал на BBC с рассказами о последних научных достижениях, и в качестве насмешки, издевки вот над этой странной теорией, предсказывающей рождение мира, он сказал, ну что там у вас было, какой-то большой бенц, биг-банк, и вот этот термин биг-банк, большой взрыв, он рожденный для шутки, оказался принят учеными, и сегодня мы теории, оперирующие с началом расширения Вселенной, утверждающие, что у мира было, у нашего мира, у нашей Вселенной было начало, мы называем теорией большого взрыва. Неожиданно для Хойла эта шутка обернулась, и термин укрепился в той теории, которую он не поддерживал, но которая все-таки оказалась верной. Еще один крупный астрофизик, профессор нашего университета, Яков Борисович Зельдович, эта фамилия может быть вам известна, это один из отцов нашей атомной, водородной бомбы, вообще ядерных исследований, но когда уже все это было сделано, он стал заниматься астрофизикой и практически создал релятивистскую астрофизику не только в Московском университете, но и вообще в мировом масштабе, его книги и статьи были, конечно, ведущими, и он предложил один из вариантов рождения мира, холодное начало. В принципе, любой старт может произойти по двум причинам, вы можете взорвать гранату, то есть нагреть маленький объект сразу до высокой температуры и под действием давления его части осколки начнут разлетаться. А можете просто взять холодные шарики и бросить их в разные стороны. Они холодные, но тоже будут разлетаться. Вот некоторое время астрофизики были вне доумения. А каково было начало мира? Это был горячий взрыв или холодный старт. Яков Борисович, кстати, мой снимок, он нас тут на физфаке, в аудитории 518 учил когда-то релятивистской астрофизики, замечательный был физик, он был склонен к холодному старту Вселенной. Но эта теория продержалась недолго. Буквально через два или три года после публикации Зельдовича два американских инженера Арно Пензиас и Роберт Уилсон сделали грандиозное открытие. Соорудив вот эту антенну, радиоантенну для связи с искусственными спутниками Земли, они никак не могли избавиться от помехи, как они считали. Антенна все время принимала какой-то слабый радиосигнал со всех направлений на небе. Ученые, инженеры эти два, они считали, что у них что-то там приемник барахлит или в антенне что-то завелось, они даже ползали там и голубиные гнезда оттуда выбрасывали, а в этом узком месте куда сами не могли проползти кошку запустили и она продираясь сквозь волновод очистила его. Тем не менее помеха не исчезла и выяснилось, что это не помеха, а это весь небосвод, вся вселенная передает нам радиосигнал. То есть весь мир заполнен электромагнитным излучением, очень слабым, но весь мир им заполнен. И оказалось, что это так называемое тепловое планковское излучение, это его спектр, и приходит оно к нам из неведомых далей, из гораздо больших расстояний, чем те, на которых мы видим галактики. А значит, из далекого прошлого, раз расстояние велико, значит, расстояние во времени велико. И профессор, вновь профессор наш, МГУ, Шкловский, дал ему имя реликтовое излучение. С тех пор мы его так и называем, фоновое или реликтовое излучение. Это сразу доказало, что старт мира, большой взрыв, был горячим. Что то, что мы наблюдаем сегодня, как излучение с температурой всего лишь около трех Кельвинов, в прошлом было очень плотным, очень горячим излучением электромагнитным, заполняющим всю Вселенную. Ведь с тех пор Вселенная расширилась с начала взрыва, естественно, охладилось излучение. А если мы начнем крутить кино обратно и сжимать объем Вселенной, а излучение в нем заперто в этом объеме, то оно все более плотным, горячим становится. И чем дальше в прошлое, тем более горячим это излучение становится. Таким образом, старт нашего мира был горячим, похожим, действительно похожим на взрыв. Хотя это не в том смысле взрыв, как вот в этом месте взорвали, а туда полетело. Это однородный взрыв. Вся Вселенная была однородной, горячей, и об этом говорит излучение реликтовое, которое со всех сторон на небе одинаковое. Как происходило в первые секунды жизни Вселенной преобразование ее вещества? В самом начале конечно было самое элементарное вещество, самый простой химический элемент водород, ну то есть протон сам по себе. Но расчеты показывают, что в первые секунды жизни Вселенной температура была миллиарды градусов, плотность такая же, как в центре звезд, и соответственно те же термоядерные реакции происходили, что и в звездах. И вот перед нами график, это расчет, но он очень точный. Первые секунды, сотни секунд, тысячи секунд, ну то есть первые минуты жизни Вселенной, стремительное расширение, охлаждение вещества. Но пока еще температуры держались на уровне миллиардов градусов, происходило преобразование вещества, рождался гелий, обычный гелий-4, тот же процесс, что в ядрах звезд. Гелий-3, легкий изотоп, и дейтерий, тяжелый изотоп, дейтерия, водорода. Но в какой-то момент, вот по истечении трех-пяти первых минут жизни Вселенной, температура упала, плотность упала, и условия для термоядерных реакций уже исчезли. Слишком холодно, и не столь плотно стало вещество. Поэтому произошла, как говорят, закалка, заморозился химический состав. И вот что мы имели через несколько минут после начала большого взрыва. Водород, он тут не показан, его почти 100%, ну там 80%. Водород и гелий, и мизерное количество дейтерия и легкого гелия-3. Вот таков был исходный состав Вселенной. И надо сказать, таким же примерно он и остался. Возьмем сейчас межзвездный газ наш, он примерно такой же состав, имеет чуть-чуть тяжелых элементов прибавилось в результате жизнедеятельности звезд. Но на самом деле возьмите вот старые планеты, Юпитер, например, Сатурн. У них буквально такой же состав вещества, каким он был в первые минуты рождения Вселенной. Это доказывает справедливость таких расчетов. Более того, мы можем не знать, какова плотность вещества в нашей Вселенной, но рассчитать для разной средней плотности вещества выход химических элементов. Вот на этом графике, если бы какое-то другое начальное условие мы бы взяли немножко больше гелия, меньше гелия, дейтерия больше или меньше. И эти расчеты очень хорошо согласуются с наблюдениями. Вот зависимость количества дейтерия от средней плотности вещества во Вселенной. Это наблюдаемая средняя плотность, это наблюдаемый состав дейтерия, доля дейтерия в Юпитере, например, который не теряет его. И очень точно соответствует одно другому. То есть мы можем сегодня сказать почти наверняка, мы знаем, что происходило в первые минуты жизни нашей Вселенной. Все ядерные реакции посчитаны, выход химических элементов посчитан, и он точно соответствует наблюдаемому составу древних небесных тел, звезд и планет. А что было дальше? А дальше вот это горячее вещество, этот газ, заполняющий Вселенную, продолжало расширяться и охлаждаться. Пока его температура держалась на уровне нескольких тысяч кельвинов, это была плазма. Ну, забудем о всех других элементах. Водород, он главный. Протоны и электроны. Протоны и электроны. Они летали сами по себе, оторванные один от другого, потому что было горячо. Тысячи градусов. Сначала десятки тысяч, потом тысячи. А между ними летали кванты электромагнитного излучения. Но квантам было плохо, потому что далеко ли улететь они не могли. Ведь смотрите, это плазма. Масса электрически заряженных частиц. А электромагнитный квант с ними взаимодействует. Он сразу рассеивается, поглощается, переизлучается, если вокруг него есть электрически заряженные частицы. Так что плазма была непрозрачной. Это был плотный туман, абсолютно непрозрачный для излучения. Но наступил момент, когда температура снизилась примерно до трех тысяч кельвинов. Плотность в этот момент была довольно высокая, десять четвертой частиц на кубический сантиметр, хотя по нашим меркам это, конечно, не очень много. Этот момент наступил по истечению четырехсот тысяч лет, первых четырехсот тысяч лет жизни Вселенной. И в этот момент плазма превратилась в нейтральный газ. Произошла рекомбинация. Протоны захватили электронов и стали нейтральными атомами водорода. А с ними излучение уже практически не взаимодействует. Это уже нейтральные частицы. И кванты получили свободу движения. Вещество сразу стало практически прозрачным. И кванты почувствовали свободу и полетели. Вот куда они двигались в этот момент, туда они с тех пор и летят. Для них межгалактическое вещество, так сказать, вещество Вселенной стало практически прозрачным, как стекло. И они летят уже 13,5 миллиардов лет и сегодня прилетают к нам в виде этих самых реликтовых квантов. Это то самое излучение, которое тронулось в путь 13,5 миллиардов лет назад. И сегодня мы их принимаем. Конечно, это все не в один момент было. Сначала рекомбинация гелия происходила, вторая рекомбинация гелия, два электрона, потом водорода. Но это был довольно узкий диапазон времени жизни Вселенной и с тех пор она стала прозрачной. Мы смотрим сегодня на реликтовое излучение и видим его, приходящего к нам из очень далекой эпохи, когда Вселенной было менее полумиллиарда лет от рождения. Это как бы экран за этим экраном плазма, перед этим экраном прозрачная Вселенная. И вот с этого экрана к нам приходит излучение. Мы смотрим сегодня на реликтовое излучение и видим его, приходящего к нам из очень далекой эпохи, когда Вселенной было менее полумиллиарда лет от рождения. Это как бы экран за этим экраном плазма, перед этим экраном прозрачная Вселенная. И вот с этого экрана к нам приходит излучение. Что мы видим? Это полная карта неба. По всей небесной сфере реликтовое излучение очень однородное. Его температура вы видите с какой точностью измерил 2,00 и несколько тысячных долей Кельвина. Это так сказать в общем мир нагрет до этой температуры. Но если аккуратно измерить температуру реликтового излучения в разных направлениях на небе, окажется что оно чуть-чуть различается. В одном направлении оно чуть горячее, в другом чуть-чуть холоднее. Это просто объяснимый эффект. Сквозь море реликтовых фотонов наша планета вместе с нашей звездой и галактикой движется в каком-то направлении. Мы движемся туда, и прилетающие оттуда кванты имеют чуть большую энергию, ну, потому что мы движемся им навстречу. А это направление из которого мы движемся. Естественно, догоняющие нас кванты кажутся нам немножко более прохладными. Разница невелика и соответствует скорости движения Солнечной системы примерно 600 километров в секунду. Это наша скорость относительно моря электромагнитного излучения, заполняющего всю Вселенную. В некотором смысле наша абсолютная скорость. А поиски еще более мелких флуктуаций температуры реликтового излучения продолжались, поскольку было очевидно, что они должны существовать, мелкие флуктуации. Ведь сегодня мы живем в очень неоднородном мире. Здесь галактика, здесь галактика, в промежутке пустота. А в прошлом мир был чрезвычайно однороден. Но если бы он был полностью однороден, то сегодня никакой неоднородности не возникло. Сегодня Вселенная была бы заполнена жиденьким, разреженным, однородным, везде одинаковым газом остывшим. Но это же не так. Мы видим, что вещество разбито на комки галактики, значит, эти комки должны были предшественников какие-то флуктуации плотности вещества и температуры иметь в далеком прошлом. Между прочим, был большой кризис в астрономии, что никак не могли найти эти флуктуации температуры реликтового излучения, хотя они обязаны были существовать. Я хорошо помню конец 80-х, когда просто за голову хватались. Реликт однороден, а сегодня мир неоднороден. А когда же произошел распад вещества? И вот в середине 80-х наконец-то космические эксперименты стали давать результаты. Первый результат, вернее так, первый эксперимент был советский. Наш спутник реликт, точнее говоря, аппаратура реликт на спутнике прогноз была запущена в 84-м году. Американцы подобный эксперимент начали только в 90-м году, спустя 6 лет после нашего. Но наша аппаратура была хуже, американская лучше. И результаты были получены одновременно к 92-му году. Мы долго обрабатывали результаты, ошибок было много, но в конце концов довели до правильного результаты. Американцы быстрее со своей более чувствительной аппаратурой их получили. И в одном номере журнала Nature было опубликовано две статьи группы Московского университета, Института космических исследований и Принстонской группы американской о том, что найдены мелкие флуктуации реликтового излучения, найдена причина неоднородности современного мира. Почему-то ссылки теперь идут только на американские работы, они за это Нобелевскую премию получили. Наши специалисты грустят, что им не дали Нобелевскую премию. Ну, грустить особенно не стоит, их аппаратура действительно была надежнее, тем не менее, в общем, наши результаты тоже были не так уж и плохи. Но, как говорится, второго места в Нобелевской гонке не бывает. Что же в этом направлении происходит? Продолжаются все более и более качественные измерения температуры реликтового излучения. Вот спутник Коба в 90-х годах довольно такую грубую картину нам показал, тем не менее, перепады температуры, отмеченные здесь перепадами цвета, уже были видны. Недавно отлетавший свое спутник WMAP, гораздо более чувствительный и с лучшим разрешением, уже показал карту неба значительно более детальную и теперь мы понимаем буквально вот как эти мелкие флуктуации температуры и плотности постепенно превращались в гигантские скопления галактик, в отдельные галактики, в общем, начали приближаться к пониманию эволюции этой картины. Вот так от первых измерений Пентиаса и Уилсона к современной картине реликтового излучения, неоднородной, эта неоднородность очень маленькая, тысячные доли процента, перепада, но это очень важная вещь, иначе бы мы не могли понять, откуда структура мира взялась. Наконец, сейчас на орбите работает вот такой спутник Планк, еще более качественный, он там исчерпался жидкий гелий, и он перестал видеть реликтовое излучение, а до тех пор очень точные результаты смог получить. Эти эксперименты будут продолжаться, потому что, глядя на реликтовое излучение, мы видим самое далекое прошлое нашего мира. Реально видим, не просто делаем расчеты и сравниваем с наблюдениями, как химический состав вещества, а просто видим картину прошлого, удаленную от большого взрыва менее чем на полмиллиарда лет. методом. Ну, ладно, мелкие детали этого, этих исследований мы пропустим, и я вам покажу, как, на наш взгляд, эволюционировала картина мира. Вот этот компьютерный расчет, гидродинамика трехмерная, этот кубик, хотя на экране он сохраняет свой размер, на самом деле надо представлять себя как непрерывно расширяющимся, общий процесс расширения во Вселенной происходит, но вы видите, как из почти однородной структуры под действием гравитации постепенно возникает сложная иерархическая картина уплотнений, которые становятся скоплениями галактик, а внутри них отдельными галактиками, а конец этого расчета дает нам примерно вот такую картину. Так в большом масштабе должна быть распределена материя, вещество во Вселенной и похоже, что это соответствует наблюдениям. Вот такие длинные уплотнения в узелках еще более крупные уплотнения, они должны соответствовать скоплениям галактик и мы видим вот один из довольно старых обзоров неба, здесь мы находимся, здесь большая область пространства, которую мы изучаем, мы видим и линейные структуры, обрисованные галактиками и отдельные плотные области на пересечении этих линейных структур. наибольший вклад в это внесла программа, стимулированная Славановским фондом, это один из американских фондов, поддерживающих науку. Около 15 лет назад был такой странного чемоданного внешнего вида телескоп сделан, очень продуктивный по своему научному выходу. галактик. И, кстати говоря, наши выпускники там тоже работают. И сразу количество галактик, изученных на небе от тысяч, достигло нескольких миллионов. И теперь вот такие карты распределения галактик во Вселенной, посмотрите, до полутора, почти миллиардов световых лет протянулись. Мы видим гигантские структуры, в которые собрано вещество и понимаем их происхождение. Вот самая большая карта, которая на сегодняшний день сделана. Это северное небо, это южное. И происхождение этой структуры в общем и целом нам сегодня понятно. Вот так можно условно представить себе эволюцию Вселенной. Большой взрыв, горячая плазма и, наконец, эпоха рекомбинации, когда плазма стала нейтральным газом. И сегодня наши приборы сквозь всю остальную историю Вселенной видят этот экран. Вот с него тронулись в путь те кванты, которые сегодня мы регистрируем на Земле и космическими телескопами, как кванты реликтового излучения. Вселенная стала, к счастью, стала прозрачной, к счастью для астрономов. И мы ее видим всю, на всю глубину ее истории, за исключением первых 400 тысяч лет, когда ничего не поделаешь, там сплошная плазма туда электромагнитные волны не проникают. Но туда, например, проникают нитри, а точнее говоря, оттуда к нам могут проникнуть нитрины, гравитационные волны. И как только аппаратура в этих диапазонах станет достаточно чувствительной, мы увидим историю Вселенной на еще большую глубину. потом была эпоха, темная эпоха. Газ охладился, а еще ничего не светилось, звезд не было, Вселенная была однородно заполнена газом. И в какой-то момент потом газ уже объединился в галактике, в них стали рождаться звезды, и они вновь нагрели вещество, сами засветились, газ вокруг себя нагрели, и мы их пытаемся рассмотреть. Пытаемся, и в этом смысле большую помощь оказывает все еще работающий на орбите космический телескоп Хаббл. Он самый глазастый, самый чувствительный инструмент на сегодняшний день в арсенале астрономов, и с его помощью было получено несколько сверхглубоких дипфилд таких снимков, то есть в самое-самое глубокое прошлое Вселенной. Вот на этом снимке вы видите тысячи объектов, их действительно тысячи, там очень много мелких, почти незаметных, и среди них почти нет объектов нашей галактики. Ну вот мы видим, вот одна звездочка наша, где еще, и вот вторая наша звездочка нашей галактики, а все остальное скопище объектов это далекие звездные системы на огромную глубину в прошлое видимые нам, и чем обычно, чем мельче галактика на этой фотографии, тем дальше она от нас находится. ну вот, например, на этом кусочке того снимка одна звезда принадлежит нашей галактике, а все остальное это мир, заполненный звездными системами. Выяснилось, что в прошлом галактики были не такие крупные, как в нашу эпоху. Ну, мы это уже понимаем хорошо. Галактики сливаются, поглощают друг друга, крупные поедают мелких, поэтому в нашу эпоху крупных, естественно, больше, а в прошлом было больше мелких, которые постепенно сливаются друг с другом и объединяются в более крупные звездные системы. Самым замечательным открытием при изучении галактик было обнаружение активности их ядер. Происходило это так. Поначалу были открыты странные радиоисточники. В начале 60-х с помощью радиотелескопов открыли точечные, не имеющие никакой видимости структуры, радиоисточники. Их назвали квазарами. Это аббревиатура от Quasi-Stellar Radio Source. Квази-звездные, ну, в смысле, ну, как точечка неразличимой структуры. Поначалу было непонятно, что это такое, но постепенно выяснилось, что это ядра очень крупных и далеких от нас галактик. Вот так на фотографии выглядит квазар. Это сияющий объект непонятной структуры, но если закрыть его специальной заслоночкой, то вокруг него видна иногда, ну, у близких квазаров иногда удается различить саму галактику, основное тело галактики. И мы понимаем, что в ее ядре происходит колоссальное какое-то выделение энергии в небольшом сравнительном объеме. Физика квазаров все еще остается предметом исследования. Ну, более или менее сегодня ясно, что это проявляется наличие сверхмассивной черной дыры и так, что в центрах крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры с массой порядка сотен миллионов масс Солнца, на которые падает снаружи вещество, межзвездный газ, звезды нагреваются и все это сияет. Но, в общем, в деталях картина еще, конечно, будет уточняться. Но нам интересно, что квазары видны на огромном расстоянии и они, как маячки, позволяют нам исследовать Вселенную. Ну, как правило, вот из-за ядра квазара бьет такая струя очень горячей плазмы. Это еще не совсем понятный в деталях процесс. Но для астрономов важно, что квазар это такой маячок на краю Вселенной находится. И вот это мы, наблюдатели, это какой-то квазар, ядро галактики. Его свет, пока доходит до нас, на своем пути встречает еще много чего. Много других галактик, случайно оказавшихся на луче зрения. Проходя сквозь них, свет испытывает поглощение. Вот одна и та же линия, например, линия излучения водорода, здесь в ярком горячем газе это как линия излучения видна, а потом, проходя через другие галактики, она же становится линией поглощения. Поскольку все они с разными скоростями движутся, доплеровское смещение их разводит в разные участки спектра, быстрее всех удаляется от нас квазар, красное смещение, это медленнее удаляется, это еще медленнее, и так далее, и так далее, это почти не удаляется, и линия на своем лабораторном месте. Это очень удобный метод изучения, так сказать, протыкания пространства, чтобы понять его структуру. Вот кусочек спектра квазара, это его линия излучения, близкий квазар, тут с коротковолновой стороны почти нет линии поглощения, а вот далекий квазар, Z, там, три с половиной, и мы видим целый лес линии поглощения, это присутствие многочисленных других облаков газа, но фактически других галактик, случайно попавших на лучи зрения. Так мы исследуем структуру пространства. Еще один полезный метод, метод гравитационной линзы, тоже позволяет нам вглубь Вселенной посмотреть. Если это наблюдатель, ну, мы с вами, а это какое-то массивное тело, не будем уточнять пока какое, то далекий источник света, его лучи, проходя мимо массивного тела, искривляются, и мы их видим, как бы пришедших с других направлений. Вот продолжая эти пути, видим не один источник здесь, а вот в разных направлениях. А если картина симметричная, то видим целое колечко вместо этого источника. Но такой симметричной картины в природе не бывает. Что может играть роль гравитационной линзы? Ну, например, скопление галактик, огромная масса. И вот посмотрите, мы смотрим сквозь скопление галактик, и видим вот эти вот обрывки кольца, то есть понимаем, что это за скоплением, вдали лежит объект, изображение которого исказилось гравитационным влиянием самого скопления. Или вот большое скопление галактик, и вот вам, пожалуйста, эффект гравитационной линзы. Так бы мы вот эту галактику, вот это вот, ее изображение не увидели, но случайно оказавшаяся перед ней гравитационная линза в лице скопления галактик, конечно, исказила форму, но зато усилила яркость того далекого объекта, и таким образом сегодня мы открываем очень далекие галактики благодаря эффекту гравитационного линзирования, усиления света, преломления света в гравитационном поле сравнительно близко к нам расположенных скоплений галактик. Очень полезный эффект. Скопление галактик работает как бы частью нашего телескопа, как бы объективом нашего телескопа, предварительным объективом, усиливающим свет очень далеких объектов. Разумеется, не все так гладко. Вот так история Вселенной представлялась еще в недавнем прошлом. Большой взрыв, длительная эпоха, темная эпоха тьмы, когда звезд еще не было, и потом постепенно начинают рождаться новые звезды, ну, к нашей эпохе истощается межзвездный газ, и они все меньше и меньше рождаются, вот сегодня мы здесь. Но, глядя в далекое прошлое, мы видим, что чем дальше мы уходим в прошлое, тем больше, не меньше, а больше видим ярких галактик. И вообще говоря, даже вот тут, на краю эпохи тьмы, мы видим большое количество звезд и звездных систем. Когда они успели родиться, это загадка. Когда успели сформироваться те звезды, которые мы видим на расстоянии 12, почти 13 миллиардов световых лет от себя, как-то очень быстро Вселенная изготовила все свои объекты, звезды и галактики. Это немножко путает карты теоретикам и заставляет искать какие-то новые механизмы формирования звезд. Вот это современная картина такая. Все родилось почти в далеком прошлом. И, наконец, последнее великое открытие 20 века, уже накануне 21 века связано с тем, что закон расширения Хаббла оказался неправильным. Если 20 век начался с того, что мы открыли расширение Вселенной и нам казалось, что оно замедляется со временем, то в конце 20 века было открыто совсем другое. Расширение ускоряется. Как это было сделано? Были найдены новые индикаторы расстояния. Вот это две фотографии одной области неба, сделанные телескопом Хаббл. И вот тут мы видим небольшую галактику, очень далекую, поэтому кажется небольшой. Здесь ничего нет, а тут появилась звездочка маленькая. Вот она вот тут стрелкой показана. Это взрыв сверхновой звезды. Просто он так невзрачно смотрится, потому что расстояние большое. Оказалось, что некоторые сверхновые звезды определенного типа взрываясь всегда вспыхивают с одинаковой яркостью. Это белые карлики коллапсируют, они все одинаковые в момент коллапса, поэтому и вспышка одинаковая. Значит, видимая яркость вспышки говорит о расстоянии до источника. И вот в середине 90-х годов астрономы поняли, что это хороший метод измерения сверхдалеких расстояний. Стали искать вспышки сверхновых вот эти, помог телескоп Хаббл, нашли несколько десятков и по ним вычислили расстояние до вот этих вот супердалеких галактик. Скорости их движения были легко измеримы по спектру. И выяснилась странная картина. Мы ожидали, что с расстоянием, с красным смещением будет определенным образом меняться расстояние до этих далеких галактик, вернее, скорости этих далеких галактик, а оно немножко пошло не по предсказанию теории. И сегодня мы имеем вот такую странную модификацию решения Фридмана. Помните, я говорил, что мир может либо остановиться в своем расширении и начать сжиматься, либо будет тормозиться быстро, не очень быстро или в крайнем случае вообще не тормозиться, если притяжение галактик друг к другу не столь велико. А оказалось, что мир в своем расширении сначала немножко притормаживался, а в недалеком прошлом, отделенном от нас не так уж несколькими миллиардами лет, ускорение начало происходить в расширении Вселенной. То есть сегодня мы видим, как галактики от нас удаляются со все большими и большими скоростями. Причиной этого эффекта может быть только одно. Взаимное отталкивание, то есть можно сказать антигравитация. С этим явлением мы впервые столкнулись в 1996 году, когда были опубликованы эти работы. Антигравитация была только в фантастических романах до этого. Сегодня мы знаем, что она присутствует в природе. Каков ее агент, как она описывается, пока не ясно. На этот счет сейчас каждый год несколько теорий появляется, но это факт. Такой условный термин пока для обозначения антигравитационного влияния объектов друг на друга это темная энергия. Предполагается, что есть один из вариантов. Есть некое поле, заполняющее все пространство, и оно приводит к взаимному отталкиванию всех ото всех объектов. И вот сегодня состав Вселенной видится нам таким. Средняя плотность энергии на три четверти принадлежит этому самому неведомому нам пока полю, которое условно называется темная энергия. Еще примерно четверть это темная материя, о которой мы говорили, она на периферии галактик в основном заметна. Это нормальное гравитирующее вещество, просто мы не знаем его природы пока, что это за частицы. А на все остальное многообразие химических элементов мира приходится около пяти процентов плотности Вселенной. Это все и межзвездный газ, и межгалактические звезды, и планеты, и мы с вами, весь мир, который до сих пор в учебниках описывался как единственно существующий, всего лишь около пяти процентов по-настоящему представляет. А еще девяносто пять процентов пока неизвестные нам сущности, присутствие которых мы ощущаем, но природу которых не знаем. Это замечательная перспектива для естествознания. Вот теперь, теперь-то и начинается самое интересное. Теперь понятно, в чем надо разбираться и природу чего выяснять. Темной материи и темной энергии. Зачем это нужно? Дело в том, что закладывались эти сущности в самом начале расширения Вселенной. Не в те несколько первых минут, когда химический состав мира сварился, а в те миллиардные доли первой секунды, когда Вселенная была очень горячей. Частицы двигались сумасшедшими скоростями. И мы этого воспроизвести в лаборатории не можем. Вот сегодня при сравнительно низких энергиях, которые окружают нас, которые в синхрофазотронах воспроизводятся, мы чувствуем существование четырех сил в природе. Гравитации, слабой ядерной силы, сильного ядерного взаимодействия, ну и электромагнетизма. В некоторых экспериментах физики доказали, что слабая сила и электромагнетизм это по сути одно и то же, только при более высоких энергиях. Есть надежда, что будет доказано, ну почти доказано, что сильное, слабое ядерное и электромагнитное взаимодействие это тоже вещи одного полиягоды, просто при низких энергиях проявляющие себя вот таким разнообразным образом. Но с гравитацией пока сладить не удается. есть только прогноз теоретический, что сила гравитации тоже входит в общую, коллективную, единую силу природы, но проявится это только при таких энергиях, при такой температуре вещества, которые на Земле, ну даже и фантазировать нечего, мы их никогда не получим. Даже наш великий адронный коллайдер не приближается к этим энергиям. А изучая прошлое Вселенной, мы можем это понять, потому что в прошлом Вселенная имела такую температуру и частицы двигались с такими сумасшедшими скоростями. Так что космология выходит, изучая самые крупные структуры в природе, выходит на природу самых мелких частиц, элементарных частиц и сил действующих между ними. Ну а дронный коллайдер тоже полезная штука и с его помощью тоже кое-что Бозон Хиггса открыли, например. Но как родилась Вселенная пока понять не удается. Один из вариантов вот в этой шуточной истории. Прочитайте ее. Ну я думаю, что наш адронный коллайдер не создаст новую Вселенную, слабоват он для этого, но вообще говоря, кто знает. На этом я приблизился к концу курса, хочу вам показать китайскую мудрость, то, что я вам рассказывал наверняка вы забудете. То, что я вам показал, а я вот стремился как можно больше показать, может быть, останется у вас в памяти, и вы почувствуете масштабы мира настоящие, не лабораторные, а реальные. Ну а для тех, кого это интересует более глубоко, конечно, надо в астрономию погрузиться чуть более серьезно, чем мы с вами в этом курсе сделали. в астрономию. Спасибо. Спасибо.